Дорогие мои, мы в городе. Приехали с подругой, зашли, забрали пылесос. Много очень тогда мне ссылок скинули, дешевых, недорогих. И я заказала один на пробу пылесос. Ну вот сейчас идем в аптеку, заберем еще Машина лекарства. Заберем лекарства и домой поедем. Так, дорогие друзья, пришел пылесос. Вот такой, по совету подписчицы, мы заказали. Сейчас мы его достанем и покажем, что в комплектации у него есть. Так, достали. Света, а документы где? У тебя в пакете были. Так, вот такая вот сам такой пылесос. Видите, он вставать может на допстанцию, чтобы заряжаться, я так поняла. Но сейчас будем разбираться и смотреть. Так, Ваня, подожди. Так, короче, я сейчас все детали распакую и покажу вам. Так, дорогие друзья, собрали. Вот такой вот, считайте, вот он по картинке. Вот, видите, его можно отсоединять. Это вот это вот. Так, вот это вот отдельно можно как-то отсоединять. И, ну вот оно, видите. И отдельно, да, вот это вот дополнительная станция. Чтобы взял, поставил, и оно заряжается от этого. Это на аккумуляторе. Вот сам этот. Сейчас попробуем как-то вот это вот еще отсоединю. И попробую отсоединить. И покажу вам. Так, ребят, смотрите, как вот это отсоединяется. Вот эта кнопка нажимается. Света, давай ты меня будешь снимать, а я буду показывать. Вот, смотрите, нажимается. И вот это достается. И все, и можно пылесосить. О! Да, вот так вот и... Ну, по идее, мощность нормальная. Одним нажатием включается. Мне нравится. Вот так вот оно устанавливается. Режим ноги может разный идти. И ставить на зарядку, на дополнительную станцию. Сейчас, мне еще посоветовала подписчица. Вот это вот как-то открывается, вот эта вот фигня. И вот на этот фильтр, говорит, одеть какой-нибудь чулок. Посоветовала подписчица, чтобы туда пыль не налетала. Ну, мы посмотрим еще. Ну, вот в целом, ребята, вот такой вот пылесос. Вышел он 4000. Ну, главное, дай бог, чтобы надолго хватило. Ребят, смотрите, как видно, как туда залетает мусор. Сейчас Илья будет пылесосить у себя здесь. И потом посмотрим, сколько у них мусора в комнате. Скажи, Илья, как тебе самому? Легкий, да, он? И не сильно шумный. Помнишь, у нас был маленький? Он шумный. Поздоровайся, кстати. Илья. Илья вообще спрятался. Ну, в целом, пылесосом довольны. Сейчас будем экспериментировать над ним. Испытывать, так сказать. Всем доброе утро. Всем добрый день. У нас время 10 часов утра. У нас небольшой дождик прошел. Видите, земля немного влажная. Даже по доскам видно. Ну, буквально 5 минуточек. Прошелся дождик и все. О, надо сказать Егору, что парники срочно открыл. Что ты там влажно? Дождик прошел небольшой. Егор пошел открывать парники. Ягоды, кстати, начинают понемножку чернее. О, ну, вчера лёхинку сделала. Невероятно. Теперь я не убьюсь. Потихоньку начинают темнеть уже ягодки. Дай бог компот обонаварить. Сегодня хочу еще, если получится, килограмм 10 вишни купить. Вот такие вот дела. Ладно. Всем хорошего дня. Всем добрый день, дорогие друзья. Поставила Машенька? Молодец, умница. Дорогие друзья, сегодня хочу делать вишневые компоты. Почему? Потому что вчера купила ящик вишни. Я прям довольна. На 1000 рублей. И смотрите, острые перчики. Это мне подруга давала. А сейчас я вам покажу вишню. Смотрите, ребята, в холодильнике стоит ящик вишни. Вишня хорошая. И будем из неё с вами делать компотики. Если интересно, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, представляете, вот занимаюсь банками, всё делаю, да. Но ничего не снимаю. Я вообще сегодня ничего не снимала. В целом, что я делаю? Банки мою, стерилизую, чтобы нам делать. Сразу кучу банок. Сходила в магазин, купила. Я ей сказала, знаете что? Железную такую штуку на кастрюлю ставишь, а там посередине дырка, что банки стоят, стерилизовать. Но я её не нашла, к сожалению. Взяла, купила вот такую воронку. Давно её искала. Вот я знаю, что у нас в магазине были. И купила вот такой ковшик, чтобы кипяток набирать. И мне женщина подсказала, как простерилизовать банки. Сейчас покажу. Так, вот мои банки стоят, которые пытаюсь чай ещё, кстати, себе сделать. И вот в дуршлаг сейчас поставлю стерилизовать вот так вот баночки. Тут кипаточек уже у меня стоит. И будем стерилизовать баночки. Сильно горячие не буду делать. Сейчас все банки простерилизую. Вот здесь вот составлю. И потом уже буду заниматься ягодами. И сразу складывать их в баночки. Потом воду будем кипятить. Короче, делаем компоты. Хоть я и банки мыла кипятком, прям сильно в мойку наливала кипяток и сильно делала, но простерилизовать всё равно хочу. Ай, тут у меня вода стоит в чайнике, я накипятила воду. Завтра у нас опять включение воды и садик опять не работает. Подготавливаем место специально для банок стерилизованных, чтобы потом раз-раз-раз и всё и быстренько всё сделать. Не знаю, сколько у меня с этого ящика получится, но я так надеюсь, в банок хотя бы 15-то получится. Нет, так значит нет. Всё, сейчас насуху ещё вытру и будем стерилизовать банки. Так, дорогие друзья, перебрала ягоды. Вот это вот целый тазик идёт на компоты. Вот это вот тут сейчас ещё получше переберу, которые всем плохие выкину, которые просто компот отварю уже деткам пить из свежих ягодок. Тут вот видите, с дырочками всякие такие, мне не нравится. Вот такие вот покорёженные, это вот всё здесь или заморожу потом. Ну, там сейчас решим. Так, сейчас мою эту и стерилизую банки. Так, дорогие мои друзья, я стерилизую дальше банки на кастрюле. И вот так вот. И сразу заполняю ягодой. Сейчас всё вам постараюсь показать. И вот таким вот образом сразу заполняю ягодку. Смотрю, поскольку примерно. Сразу же тут же мою, следующую партию и вот так вот заполняю. У меня тут в тазике лежит замоченная вишня, чтобы она отмокла вся, грязь отошла от неё. Ванечка, не лезь, пожалуйста, солнышко. Машенька, достань нам печеньку, пожалуйста. Много. Много прям тебе надо, ну нифига себе. А там много-то нет, я сегодня немного печенья к вам брала. Сегодня потому что некогда, а завтра опять воды не будет. Сейчас приходила знакомая, попросила клеточку для животного, видимо. У меня, как раньше, много из своих животных было. Клетки как бы есть некоторые, но не в таких состояниях. Забрала она мне клеточку и понесла домой. А это я буду замораживать или компот просто сварю. Пока в холодильник можно её... Блин, тут поставить-то даже негде. Нет, нашла место поставить. И вот стерилизую потихоньку банки. Я их все перемыла. Хоть я их и кипятком обработала, но я решила всё равно на всякий случай простерилизую. И они у меня вот так вот по 2 минутки стоят, стерилизуются. И вот всё. И заполняются сразу же ягодкой. И всё. Напишите, как вы делаете. Всё прокатается и ставится. Сейчас, короче, всё сделаю, потом покажу вам. А вы пишите, как вы делаете. И что вы вообще ещё, кроме компотов, делаете из вишни. Я знаю, что можно приготовить и варенье, и всякое. Ну, потом... О, Машенька! Маша, как всегда, в своём репертуаре, да, Маша? Всё у неё из рук падает. И это, потом хочу, сейчас вот с компотами расхлебаюсь, ещё вот хочу вишню, если смогу купить, то варенье сделать или в собственном соку, или как-нибудь так наделать. Напишите, как вы делаете. Тоже будет очень интересно. Ладно, работаю дальше, а то заговорилась, что-то я с вами.